Наша задача первостепенная, в общем-то, наладить полностью систему водоснабжения, чтобы этот запах из системы ушел. Вчера источник водоснабжения, который подает воду в город, водопроводная очистная станция, полностью обеспечил с хорошим запасом качество воды. Уже в 19 часов она в сеть уходила, если перед этим она была пограничной, в 19 начала уходить. И по мере развития ситуации, наша задача вытеснить воду, которая имеет запах, по мере профилактических работ, мы начали видеть, что в Фрунском районе ситуация потихонечку улучшается. Наутро мы видели определенную динамику. В четырех самых крупных насосных станциях в этой зоне влияния анализы, которые мы вчера отобрали, с 23 до 24 подтвердили, что вода полностью уже нормативного качества. Результаты анализов, которые мы взяли в 6 утра на распределительной, это еще раз подтвердили. Таким образом, мы убедились, что профилактические работы на магистральных сетях и крупных насосных станциях уже отработаны. И мы перешли на внутриквартальные сети, и с помощью услуг ЖКХ района уже промываются внутридомовые сети. Мы обратились к гражданам с просьбой, поскольку вода есть в бачках, в стояках и так далее, для того, чтобы ускорить ее выводы системы, конечно, максимально использовать для бытовых целей, либо перед принятием каких-то процедур утром 10-15 минут ее слить. И результат это дало, как мы только что слышали, буквально к 12 часам более 100 домов уже были абсолютно, не имели никакого запаха. Очевидных причин связанными с нарушением технологии водоподготовки, с, может быть, добавлением каких-то там, придумывают какие-то реагенты и так далее, технология водоподготовки ночной станции водопроводной, она достаточно понятная. Это добавление коагулянта, отстаивание, фильтрование воды и двойное его хлорирование. То есть на самой водопроводной станции никаких сбоев не было, предполагается, что попало из источника водоснабжения, возможно, из водовода. Сейчас мы проверяем, потому что проводится ряд исследований. Для части исследований мы сегодня договорились привлечь Академию наук, у них есть более мощные лаборатории, чтобы посмотреть. То есть вот однозначно сказать, причиной было это или это нет. Но это вода из поверхностного источника. На очистную водопроводную станцию она попадает из резервного водохранилища Крылова. Надо понимать, что сегодня мы точно так же ее потребляем, и она приходит абсолютно пригодная для обработки. И как мы вот результат, который уже сегодня многократно подтвердили, все это подается абсолютно нормативного качества по всем показателям.